Всем привет! Сегодня раннее утро. Четверга, 6.30, мы на льду. И сегодня я хочу рассказать про перебежку, про скрестный шаг. Это то, что очень важно в хоккее, то, что важно выполнять правильно, распределять вес тела, ставить правильно коньки, чтобы не создавать себе препятствия скольжения. А также, конечно же, очень важна заточка. Выполняя скрестный шаг на льду, перебежка, важно ставить правильно ноги. Это самое первое. Когда мы движемся, допустим, в левую сторону, этот конек мы ставим на внешне, носком вовнутрь, относительно себя. У нас нога идет в такую дугу, вот эта нога, вот этот конек. А этот конек проходит сверху, над другим конеком. Поставим, 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 поставим. Все с носками. Ну как с носками, просто голеностоп у нас успевает расслабляться. И получается, как такое плавное движение, как как будто бы мы крадемся. Еще важна подвижность нашего таза, да, и создание так называемого крена, как вы знаете, когда поворачивает самолет. А первое, что нужно понять, это вот в тазу, да, это уже второе. Мы должны скрутить таз, да, развернуть плечи, дальнее плечо вовнутрь, да, относительно движения, даже чуть вниз подкручено. Да, так же правильно ставим ноги, таз у нас, таз развернут, да. Не так, не должно быть такого. Да, вот у нас, свободное, мобильное движение. Если мы хотим сделать шире шаг, не нужно делать шире шаг вот этой ногой, да, вот этой. А второй за нее шагать. Что нужно сделать, да, всегда шагайте дальней ногой относительно движения, да, дальней ногой как можно шире, да, дальней ногой. Внежней, а то есть. Внежней, да. Для того, чтобы достигалась максимальная скорость, да, где-то даже просто элементарно нужно шагнуть два раза, да, на более высокой скорости, чтобы кого-то опередить, да. Думаю, ни для кого не секрет, что дальняя нога у нас ставится, да, на внутреннее ребро. Да, если мы ставим конек прямо, мы прямо и поедем. Поэтому ставим всегда конек, так и спиной тоже, на внутреннее, на внутреннее, на внутреннее, внешнее, внутреннее, внешнее, внутреннее. И так же, как в предыдущем видео, я уже говорил, уже повторяюсь, мы движемся на середине лезвия, да, ближе к переднему стакану. Таким образом у нас будет достигаться наибольшее ускорение с наименьшей затратой сил, да. То есть я говорю о том, когда мы, например, едем на пятках, врезаемся в лед, из-за этого у нас идет потеря скорости. Еще колени обещательно вперед, колени вперед, середина лезвия, передний стакан, колени вперед. И идет ускорение тогда, наибольшее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...